Тебе нужно использовать только одно правило, чтобы перестать чувствовать лютый голод и наконец-то начать худеть. Как правильно применять это правило и что сейчас ты делаешь совершенно неверно при попытке похудеть, мы разберем с тобой в этом ролике. Я врач-эндокринолог Кузнецов Максим. Давайте начинать. Голод. Большая проблема у моих клиентов, пациентов, которые хотят похудеть. Надо глобально понимать, что голод бывает двух типов. Бывает эмоциональный и бывает физический, и их нужно отличать. Физический это когда у вас вялость, слабость, апатия, урчание в животе, и любой продукт подойдет, чтобы покушать. Яблоко подойдет, гречка подойдет, перловка подойдет, все подойдет. Аппетит это эмоциональная история, то есть вы не хотите еду как таковую, вы хотите удовольствия и используете еду как источник удовольствия. Как это понять? Если вы хотите конкретное блюдо в конкретном месте, под конкретную музыку с конкретным человеком, это аппетит. И если вы понимаете, что у вас аппетит, а не физический голод, мы решаем проблему аппетита вне холодильника, за пределами еды. Идите, пазлы пособирайте, в нарты поиграйте, что угодно, кайфоните, но не связанное с едой. А вот касательно физического голода, почему он у вас возникает и что с ним делать, сейчас разберемся. Причин физического голода не так, чтобы мало. Прям очень конкретно нужно разбираться с дневником питания, рассматривать весь рацион комплексно, чтобы понять, от чего голод. Я разберу с вами самые частые причины, которые бывали либо у моих клиентов, либо участников моего курса. Самое частое, наверное, у обывателя, это очень сильный дефицит. Потому что, что мы хотим похудеть за пару дней, да так, чтобы очень сильно. Открываем калькулятор и видим, что, ого, если я буду есть по 1000 килокалорий каждый день, то я там буду худеть по 3-4 килограмма просто за неделю и очень быстро все это скину. Такой сильный дефицит, вы должны понимать, это стресс для вашего организма. Очень серьезный стресс. А на любой стресс организм начинает что? Адаптироваться. Ему это не нравится. Мало ли, что ваша префронтальная кора решила делать с вашим телом. Тело такое, я не буду это, для меня это просто нагрузка. И он начинает искусственно завышать у вас чувство голода. Потому что он думает, что какой-то триндец происходит, еды нету. Паника. Надо простимулировать этого человечка, чтобы он наконец-то покушал. Поэтому сильное сокращение калорийности это перебор. Это слишком круто. Поэтому люди обычно не срываются. Потому что не могут в таком диком стрессе находиться долго. Какое адекватное снижение калорийности? Максимальное снижение это 15-20% от той калорийности, которая у вас есть сейчас. Вот вы если кушаете по 3000 килокалорий, отнимаете от этого максимум 20%. Все, что выше, это будет сложнее. Причем еще, знаете, есть такая зависимость, что чем больше вы сокращаете калорийность, тем количество страданий-то увеличивается. А скорость снижения веса не сильно увеличивается. Не пропорционально. И вот как раз 15-20% это вот предел, при котором и вы можете адаптироваться, психика ваша адаптируется, тело ваше адаптируется, и все хорошо. Но что самое опасное, если вы экстремально снижаете калораж, вы потребляете меньше, чем ваш базовый обмен тела вашего, да, то при этом организм может начинать вас искусственно замедлять. Это называется метаболическая адаптация. И вы как бы там меньше расходуете энергию на единицу времени, и потом это состояние обратное не возвращается. Вот у тех, кто постоянно худеет, набирает, вот как баян надуваются, сдуваются, надуваются, сдуваются. С каждым разом худеть все сложнее, 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 потому что организм привыкает, понимает, что дальше будет, и начинает вас искусственно замедлять. Вот, имейте в виду, никогда не снижайте калораж ниже вашего базового обмена. Даже, ну, на самую маленькую девочку, там, ну, 1600-1800 килокалорий должно быть. Все эти диеты, где 1000 килокалорий, 500 килокалорий, это вообще экстремальный стресс. Не надо так, не делайте. Вторая причина сильного голода, это неправильное соотношение белков, жиров и углеводов. Я уже неоднократно на этом канале рассказывал про святое правило тарелки, да, что у нас половина от каждого приема пищи должна быть клетчатка, четверть белки, четверть углеводы. Вот, если этот баланс нарушен, то вас будет сильно клонить в голод. И сейчас, вот, на примере конкретных тарелок, которые присылают нам на курсе наши участники, я вам сейчас все покажу, расскажу. Что мы видим на этой картине? Мы видим, что здесь очень большое количество углеводов, при этом малое количество клетчатки, малое количество белка. А мы знаем, что одна из причин, почему вы чувствуете насыщение, это объем. Наш желудок, он когда растягивается, организм воспринимает это как насыщение. И поэтому наша задача сейчас сделать вам большой объем продуктов на маленькую калорийность, не наоборот. Вот здесь, на фотографии, у нас как раз маленький объем и большая калорийность. Прям вот видно, даже по фотографиям, мне, как эксперту, здесь абсолютно понятно. Перебор по жирам, перебор по углеводам, мало белка, мало клетчатки. Если здесь добавить белковые структуры, добавить клетчатки, будет больше объема, оно лучше насытит. Это первый вариант, да? Давайте другой вариантик. Здесь, смотрите, классный пример о том, что у этой клиентки как раз было сильные проблемы с чувством голода. Мы кратно увеличили количество белка, вот за счет языка, да? Там он отварной, он не сильно жирный. Белок, чтобы вы понимали, он дольше всего находится у вас в желудке. Чтобы желудок его там перемял, да, однородной массой уходит очень много времени. И пока желудок всем этим занят, вы сыты. Поэтому чем больше у вас белка будет в рационе, тем лучше вы будете ощущать сытость. Тем дольше вы сможете находиться в состоянии сытости. Да, кстати, тут вареники, да, с крапивой и сметаной. Но вареники ничего плохого, кстати, нет. Сейчас начнут кричать, что вот, быстрые углеводы, ла-ла-ла. Это просто еда. Да, не так классно, если бы, намного лучше было бы, если бы, допустим, вареники были из цельной зерновой пшеницы. Но в масштабах вот конкретной задачи этой клиентки похудеть нормально. Мы, если сделаем вот этот объем пищи, большое количество белка, человек все равно будет худеть. Ну, это типа один прием из пищи, надо смотреть на весь, конечно, рацион. Ну, я помню эту клиентку, с которой работали, там все хорошо, там человек прилично похудел. Одна из точек борьбы с голодом, это адекватное хорошее количество белка. Ну, и вот тоже хороший пример, как можно увеличить объем, не меняя прием пищи. Тоже здесь те же самые пельмени. Мы добавляем еще клетчатку, то есть овощи. Вообще клетчатка тоже раздувается, она большая, она дает объем, она хорошо насыщает. И вот здесь вот применение клетчатки к обычному приему пищи тоже увеличивает насыщение у человечка. И еще один пример, это внедрение цельнозерновых продуктов. Частенько я вижу, что люди употребляют, вот допустим, как на прошлых фотографиях, продукты из переработанной муки без цельнозерновых. А цельнозерновые дают тоже насыщение надолго. Это энергия, да? Это энергия, которая медленно вам впрыскивается по ходу кишечника. Если вы только едите сахар и белую муку, то оно быстро всасывается в кровоток, вы быстро потребляете энергию и все, опять голодный. Поэтому это еще один из компонентов. Касательно БЖУ состава, 50% у вас должна быть клетчатка. Клетчатка лучше, чтобы получать чувство сытости. Второе, это белок. Белок тоже прекрасный продукт, чтобы долго насытиться, хорошо насытиться. И цельнозерновые продукты у нас с вами. Они тоже медленно вас впитают и, значит, хорошо дают вам насыщение. И вы мне сейчас скажете, Максим, это все классно, вот ты эксперт, да, ты уже столько лет отсматриваешь эти дневники питания. У меня уже просто глаз наметан невероятно. А я вот только начал изучать питание. И я просто вообще хочу похудеть. Как мне это сделать? Вот с таким же вот анализом, как у тебя. Прекрасный друг, если ты хочешь это сделать, у меня есть что тебе предложить. У нас есть курс по снижению веса и рациональному питанию. Где ты вот точно так же, как эти примеры, ты просто фоткаешь свою еду, просто отправляешь ее к куратору. Куратор отсматривает все твои материалы и дает тебе, вот как я сейчас, обратную связь. Смотрите, вам нужно увеличить количество клетчатки. А давайте попробуем такие-то продукты, а давайте такие-то. Он смотрит ваш рацион каждый день, потом на масштабах недели и корректирует постоянно движение, чтобы вы достигали своей идеальной цели, которая вам поставлена. Плюс на курсе куча материалов, которые я записывал касательно рационального питания, оптимального питания и всего в этом духе. Поэтому, если ты хочешь похудеть, нормализовать питание и сделать это в команде с экспертами, диетологами, нутрициологами и эндокринологами, то обязательно переходи в описание к этому ролику, там будет ссылка на телеграм-бот. Тебе нужно написать тогда фразу «хочу» на курс, чтобы мы тебя записали в лист ожиданий. Как только стартанет новый поток, мы с тобой связались. Места разметаются очень быстро, поэтому всем советую записаться заранее. Две составляющие мы разобрали. Во-первых, не должно быть сильного дефицита калорий, тут понятно. Баланс белков, жжжов, углеводов, это тоже понятно. Сейчас неочевидное будет, как думаете, что я скажу? Сон. Вот если вы на меня подписаны в любой из другой моей социальной сети, в телеграме, либо в запрещенной сети с картинками, я прям регулярно говорю, что я амбассадор классного глубокого сна. Потому что как врач я работал на две ставки, ночью выходил, не спал, и ничего в этом мире не заменит хорошего, адекватного сна. Ничего. Но как это связано с чувством голода, вы у меня спросите. Очень легко. Смотрите, когда вы мало спите, по три часа в день, ваш мозг испытывает энергетическое голодание. А откуда ему можно получить еще энергию, если вы не собираетесь спать? Из еды, конечно же. А из какой? Из вкусненькой, сладенькой, конечно. Сильная стимуляция голода, тяга на быстрые углеводы, это как раз может быть связано с тем, что кто-то мало спит. Плюсом еще, когда вы сонный, вам сложнее принимать взвешенные решения. То есть одно дело, когда вы бодрый, сильный, полный энергии, принять решение, что я не буду есть пиццу, я лучше делаю прием пищи и поправил тарелки. Это проще. А когда вы еле-еле соображаете, то, конечно, вы с большей вероятностью выберете более ленивый вариант. Тарелку составляет, надо думать, надо пиццу заказал и не паришься. Тоже влияет, да. Плюс, если вы на каких-то стимуляторах, да, все вот эти стимуляторы, которые кофе, энергетики, там тоже дополнительные калории содержатся. Ну, кофе обычно с молоком, если лакте там содержится, конечно, калория. Поэтому вы там можете перебирать. Но в масштабах голода нужно просто нормально, адекватно спать. Как это делать? Во-первых, нужно ложиться и вставать, желательно, в одно и то же время. Не обязательно там вот именно в 10 ложиться, в 11. Главное, в одно и то же время ложитесь, чтобы помещение было у вас темное. Вот у меня сейчас белые ночи, в Питере у меня блэкауты специально, чтобы везде темно было, где бы я не находился, чтобы я понимал хотя бы, что ночь на дворе. Помещение должно быть прохладное. Перед отходом в сон лучше не есть за 3 часа до ухода в сон. Это может повлиять на глубину и продолжительность сна. Ну, думаю, хорошая подушка, хороший матрас, хорошее одеяло. Это, думаю, само собой разумеющееся. Думаю, так понятно. Ритуалы. Наш мозг очень любит всякую ритуальность. Он любит идти по накатанной колье. Если вы примете за аксиому, что перед каждым сном вы там принимаете душ, читаете книжку, медитируете, дышите квадратом, что угодно. Он будет уже такой, ага. Если мы читаем книгу, значит, потом идем в сон. И он привыкнет. И вы быстрее начнете входить в сон. Ритуалы вообще классная штука, чтобы обмануть ваш мозг. Пользуйтесь только так. Еще, знаете, люди столько заморачиваются с расчетом инсулиновых индексов, глюкемических индексов и думают, что это вот непосредственно влияет на голод. Спойлер вам скажу, нет. Как это именно связано, это будет вот как бонус для вас. Вот в конце ролика обязательно к этому вернусь. Поэтому досматривайте до конца. Еще один пункт, это большие паузы в приемах пищи. Есть некоторые люди, которые с большим трудом переносят паузы между едой. Я к ним не отношусь, к счастью. Я могу там 6-7 часов не есть. И мне окей, у меня нету лютого сильного голода. Но есть те, которые 3 часа не поели и все, башню срывает, дикий голод. А на диком голоде очень легко переедать. Поэтому таким людям вот эта старая советская рекомендация о том, что нужно питаться каждые 3 часа. 3 основные приема пищи, 2 каких-либо перекуса. Главное, не путайте перекусы с кусочничеством. Когда вы просто что-то увидели, съели, увидели, съели. Нет. Мы сначала задаем себе вопрос. Я голоден или я даю аппетит? Если голоден, это нормально что-то перекусить. Желательно опять-таки объемистая и низкокалорийная фрукты. Допустим, фрукты хорошо подходят. Белок какой-нибудь. Творог вместе с фруктами вообще отлично насыщает. Дает хороший объем. Можно есть в любой непонятной ситуации. Вот таким людям такая рекомендация. Если вам окей, как мне, не есть большие паузы, можете не есть большие паузы промежутки времени. Это не влияет ни на набор веса, ни на снижение веса. Про физический голод, думаю, примерно стало понятно. Думаю, уже тут конкретные действия ясные, что, как это все делается. С эмоциями, как нам поступать. Если вы понимаете, что у вас эмоциональное передание. Вот вам нечего делать, как одна моя клиентка говорит, да. У меня не голод, у меня рот скучает. Хочется что-нибудь поесть, погрызть. И к холодильнику ходишь, как к телевизору, посмотреть, что там новенького. Что таким людям делать? Во-первых, отдавайте себе отчет, что это эмоция. Спрашивайте каждый раз, я голодный или это эмоция? Если эмоция, получать удовольствие не из еды. Откуда ты еще? Мир многогранен. Можно получать удовольствие откуда угодно. Я не говорю, важно, что еда не должна доставать удовольствие. Должна. Просто проблема, если это единственный ваш источник удовольствия и единственный способ борьбы со стрессом. Это плохо. Потому что тогда вы будете переедать. И тогда, поэтому вы смотрите это видео до этого момента. Значит, у вас это болит. Поэтому надо перестраиваться. Да, поначалу будет сложно. Мозг будет саботировать. Потому что, ну вот съесть тортик, это верняк получить удовольствие. Ну вот он знает это. 100% будет хорошо. А тут нужно куда-то идти, ехать на массажи, в дартс играть. Еще не факт, что будет хорошо. Это надо перебарывать. Ну просто. По-другому никак. Надо перестраивать себя, свой мозг, что можно получать удовольствие из других источников. Рано или поздно вы найдете что-то, что такое, о, классно, я даже забыл, что хотел есть. Вот это нам надо. Это мы фиксируем, запоминаем, чтобы потом регулярно это использовать. Другой способ, да. Если вы знаете, что у вас это эмоциональные эти компульсии, что вот вы не можете себя удержать, если видите перед собой тортик, просто избегайте проблему. Ну вот не делайте так, что у вас везде дома лежат тортики. Ну это, думаю, понятно. И не надо думать, что вы такой крутой. Если вы с сегодняшнего дня решили, все, я худею, больше тортики мной не управляют, не надо идти в магазин с тортиками чисто посмотреть. Ну вот просто так, не надо. Вы увидите, лишний раз будете бороться сами с собой. Рано или поздно проиграете. И опять-таки, вот допустим, утром, когда вы полны сил и энергии, конечно, легко противостоять соблазну. Но там день что-то плохой, много работы, вот вечер настал. Сложнее сопротивляться соблазну, потому что вы уже истощены, внутренний ресурс заканчивается. Поэтому просто избегайте, не видите. Уберите из дома, чтобы этого не было. Банальная такая рекомендация, но поверьте, работает. И не надо свое эго тешить, что я и так справлюсь. Не искушайте судьбу лишний раз. Потому что на все это нужно будет сопротивление, а оно не бесконечное. Главный инструмент вообще, вот чтобы со всем этим разобраться, я вам уже показал в самом начале. Это дневник питания. В любом формате вы можете использовать. Можете писать от руки, можете фотографировать, можете с подсчетом калорий. Я на своем курсе, на который вы можете попасть по ссылке в описании, использую именно фотодневник. Потому что для меня это самый оптимальный способ. Подсчет калорий сложно, муторно, надо везде с собой весы носить. А в заведениях, когда ты находишься, там вообще непонятно, там может быть плюс-минус полмедведя по калорийности. Черт его знает. Просто записывать или там по ощущениям идти не вариант. Потому что человек себя всегда приукрашивает. Мы всегда думаем, что лучше, чем есть на самом деле. Это не ваша вина, это не я вас обвиняю, это психология. Ну, увы. А вот фотки легко. Телефон всегда в руке, камера всегда есть. Ты когда фоткаешь, ты не можешь бессознательно есть. Есть, конечно, индивиды, которые могут, но которые хотят похудеть, не могут. Уже какая-то пауза. Ты такой останавливаешься, сфоткаешь, и уже момент осознания происходит. А что это я седьмую печеньку за день ем? А точно ли я голоден? А я не голоден. Мне скучно просто. Не будут тогда есть печеньку. Вот это уже. Потом вы можете это отсматривать, весь этот дневник, хотя бы за день. И понимать, что-то у меня белка маловато. Маловато. Максим Наденеж говорил, что четверть должна быть, надо добавить белка. Или что-то клетчатки вообще ничего нету, надо бы добавить клетчатки. И так далее. И потом еще отсматривать за неделю. Смотреть, ага, вот всю неделю я был молодец. Вообще шел отличнейшее, никаких погрешностей. Могу себе позволить сегодня три плитки шоколада вместо одной или что-то в этом духе. Ну я сейчас примерно говорю, да? Вы видели фотографии, мы там сильно не ограничиваем людей в рационе. Можно есть что угодно. Если вы не хотите сами этим заниматься, потому что это разбираться нужно долго, нюансов подводных камней масса, можете отдать нашей команде на аутсорс. Мы все за вас посмотрим, все за вас сделаем. Скажем, как вам просто применять. И все. И научим всему лично под вас. Потому что вариантов, блин, может быть дофига. Ну честно, сколько работаю, каждый раз причина лишнего веса, каждый раз что-то новенькое и интересное. И вот поэтому я за то, чтобы работать индивидуально. Потому что в моей практике индивидуальная работа дает больше всего результата в плане веса. Ну а я рад тем, кто худеет по моим видосам. Я видел ваши отзывы. Кто-то пишет мне, что уже благодаря моим роликам похудел на 7 килограммов. Ребята, вот вам поцелуйчик от меня, спасибо большое. Я вот честно стараюсь дать много полезной информации. Тот, кто готов принимать информацию, тот и отсюда ее получит, и отсюда ее примет. Кому нужна поддержка, помощь, чтобы за ручку провели, милости просим. Еще касательно гликемических индексов, инсулиновых индексов и индекса насыщения. Нужно ли на них вообще смотреть? Инсулиновый индекс мы не смотрим. Гликемический индекс мы не смотрим. Индекс насыщения мы смотрим. Индексы инсулиновые и гликемические были придуманы для диабетиков. Далеком в Советском Союзе. Для того, чтобы диабетик, который подкалывается инсулином, примерно понимал, что, сколько и когда нужно колоть. Даже сейчас для диабетиков это не актуально, потому что у нас есть крутые ультра-быстрые инсулины. Даже им считать не надо. Для снижения веса, по барабану, какой у вас там гликемический индекс продуктов, инсулиновый индекс продуктов, это не влияет никак, потому что нам важен дефицит калорий. Ну, как правило, продукты с низким гликемическим индексом, они низкокалорийные. Собственно, поэтому люди на этой схеме и худеют. Но это усложнение, которое не требуется. Можно просто понимать калорийность продуктов и на этом спокойно худеть. Поэтому я в практике не использую, никому не советую. Лишняя заморочка. Скачки инсулина не опасны, поэтому инсулиновый индекс нам тоже не нужен. Знать там, на какой продукт, сколько вырабатывается инсулина, это все оно как, ну, знать, с какой скоростью будет сужаться, расширяться ваш зрачок, на какую лампочку. Не надо, организм сам справится, вам эта информация ни к чему. А вот индекс насыщения, это поинтереснее. Это даже в тему ролика. Потому что индекс насыщения, действительно, некоторые продукты нас сильнее насыщают, чем другие. Допустим, картошка, да, та самая ужасная картошка, у которой высокий инсулиновый индекс, на нее же дофига инсулина выделяется. Она классно вас насыщает. Она еще низкокалорийная. Отварной картофель 64 килокалории. Вы можете просто вот пачку перед собой отварного картофеля поставить и есть, если у вас сильный голод. Сам использую. Я сейчас к марафону готовлюсь, бегаю по 150 километров в неделю. Голод лютый. Вообще, башню сносит. Ставлю перед собой тазик отварной картошки и горе не знаю. Потому что не поправлюсь и потому что хорошо насыщен. Это первое, что с высоким индексом насыщения. И инсулиновых тоже не боюсь, потому что я индексинолог, и я уже ни один ролик об этом записывал, что сачки инсулина нам ни на что никак не влияют, нечего их бояться. Высокий индекс насыщения. Очень многие фрукты имеют. Ягоды особенно хорошо насыщают. Очень классный индекс насыщения у белка вместе с клетчаткой. Вот эти две штуки вместе долго валяются у вас в животе. Хорошо растягивают стенки желудка. Вы надолго остаетесь сытыми. Поэтому в любой непонятной ситуации, вот если прям сильно есть хочется, белок вместе с овощами welcome. Творог вместе с фруктами тоже и сладость получите, и насытитесь хорошо. Прекрасный лайфхак. Один из многих, которые мы используем в нашей работе. А знаете, что еще помогает снизить чувство голода? Подписка на этот канал, конечно, потому что тут самая классная информация. Еще вы можете подписаться на другие мои социальные сети. У меня есть телеграм, есть запрещенная соцсеть с картинками. Там контент, которого нет и никогда не будет в ютюбе. Также можете посмотреть еще парочку моих роликов. Они совершенно бесплатные, но при этом не менее полезные, чем этот. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok